Всем привет! Это новости будущего. С вами Елена Иванова. В последние полтора года инженеры Google трудились над одним очень сложным проектом, посвященным не столько высоким технологиям, сколько высокому искусству, а точнее виртуальной версии крупнейших в мире картинных галерей. Материалы для работы Google Art Project предоставили 17 крупнейших музеев, в которых были сделаны полные панорамные снимки интерьеров, а также репродукции более тысячи картин в высоком разрешении. Гордостью экспозиции являются 17 специальных репродукций в разрешении 7000 мегапикселей. Разумеется, проект будет развиваться, так что можно будет совершать виртуальные путешествия по галереям, не выходя из дома. Ведь не у всех есть возможность побывать в крупнейших музеях и лицезреть шедевры мирового искусства, что называется, вживую. А в Конкорде, штат Северная Каролина, инженеры строят крупнейший в мире HDTV-монитор, длина которого составит 60 метров, а высота – 24 метра. Вес всей структуры будет составлять 332,5 тонны. В ней будут задействованы 9 миллионов светодиодных ламп. Начиная с 21 мая этого года, экран будет показывать события на Sky Racing. Разработанный компанией Panasonic, дисплей будет размещен на протяжении 33 метров гоночной трассы и сможет показывать повторы, обновления списка лидеров, а также интерактивные развлечения в высоком разрешении. О других технологичных новинках далее. Slide HD3 – это необычные наручные часы нового поколения с сенсорным OLED-экраном. На корпусе часов отсутствуют физические кнопки. Все функции доступны с сенсорного дисплея. Питание часов Slide осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи, заряда которой хватает на неделю, если обращаться к часам в среднем 30 раз в день. Поддерживается также подключение к компьютеру через USB-интерфейс. Плеер здесь не предусмотрен, зато можно загружать фотографии и использовать их в качестве фона для циферблата. Что еще примечательного в Slide HD3? Сапировое стекло, водостойкость выдерживает погружение до 30 метров, наличие календаря и программы для просмотра изображений. В зависимости от модели, корпус часов изготавливается из пластика, титана или золота, что найдет отклик в сердцах тех, кого интересует и функционал, и престиж. Часы поступят в продажу в сентябре текущего года. Эта компьютерная мышь от LG тоже не простая, хоть и не золотая. Это манипулятор с функциями сканера. В девайс встроена камера, ориентирует которую пять светодиодов, расположенных на нижней поверхности мышки. Чтобы начать процесс сканирования, нужно нажать соответствующую кнопку. Наличие двух лазеров позволяет поворачивать мышь как угодно. Она в любом случае будет считывать то, что видит, будь то картинка или текст. Особенно такой грызун пригодится для сканирования очень больших документов, которые попросту не помещаются в сканер. Правда, 300 DPI не бог весть что, но пока приходится довольствоваться этим. Небольшая южнокорейская фирма Inchim Global продемонстрировала робота-мойщика Виндоро, способного перемещаться по вертикальным поверхностям за счет использования сил магнетизма. Робот весом около трех килограммов состоит из двух квадратных частей, которые располагаются по разные стороны стекла и прижимаются друг к другу с помощью постоянных магнитов. Силы этих магнитов хватает для того, чтобы удержать робота на стекле или пластике толщиной от 5 до 25 мм. Одна из половинок робота выступает в роли навигатора. В ее системе управления используются акселерометры для определения направления движения, ударные датчики для обнаружения оконных рам и других препятствий. Вторая половинка представляет собой чистящика, снабженного четырьмя вращающимися микроволконными щетками и резервуаром для моющего средства. Попав на окно, робот сначала передвигается сверху вниз, затем справа налево, определяя таким образом размеры окна. После этого он дегзагообразным образом со скоростью 8 см в секунду передвигается по окну, охватывая всю его поверхность и возвращается в начальную точку. Заряда батареи Виндору хватает на 2-3 часа непрерывной работы. За это время он может очистить площадь 10 на 10 метров. Предполагается, что основными пользователями таких роботов будут организации, обслуживающие небоскребы и магазины с большими стеклянными витринами. На этом я желаю вам удачи и увидимся в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова